Коронавирус шагает по планете. Почти 2 миллиона человек в мире уже заражены COVID-19. В России инфицированных 17 тысяч. Есть, к сожалению, больные у нас в Карачаево-Черкесии. Как жить в условиях пандемии? Достаточно ли усилия прилагать федеральной власти, чтобы помочь согражданам? Насколько своевременные меры предпринимают республиканские органы? Обо всем об этом в очередном выпуске парламентского вестника мы поговорим с председателем Комитета по национальной политике, внешним связям, делам некоммерческих организаций и средствам массовой информации парламента Карачаева-Черкесской республики, председателем регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Ринатом Акбаевым. Здравствуйте. Оцените, пожалуйста, нынешнюю ситуацию с коронавирусом и в стране, и в мире в целом. В целом ситуация в мире, конечно, очень тяжелая. Если смотреть по всему миру, то отменены все спортивные мероприятия. Даже хадж, который исторически никогда не всегда был, сейчас мечеть мягкая пустая. В смысле я вот по видео смотрю, это постоянно вообще просто, конечно, очень странные вещи сейчас происходят. Вот, ну, то, что есть боязнь для угрозы человеческой жизни, это первое. Второе, это, конечно, экономическая ситуация. Вот какой будет мир завтра. Европа вообще вся встала по большому счету, считая, что Америка, очень тяжелые времена сейчас для них наступили тоже. Китай, как я понял, да, уже выравнивается у них ситуация. Россия, к сожалению, тоже попала под это все. И у нас уже в Карачаево-Чешкесе тоже есть случаи заражения. Но я хочу сказать, что самое главное вообще во всем это, конечно, дисциплина. Сегодня очень важно для граждан, в первую очередь, не паниковать. Потому что, как бы там ни было, все-таки смертность от этого вируса, она не такая большая, как мы того боимся. Так что, если мы будем предельно осторожны и будем соблюдать все правила самоизоляции, то я думаю, что все будет нормально. Но самое главное, это, конечно, дисциплина. В победе над любой угрозой это самая главная дисциплина, конечно. Чем раньше мы начнем борьбу с этим, тем раньше мы это победим. Просто взять пример Китайка, такой густонаселенный регион, где живет больше полтора миллиарда человек. У них погибло три тысячи человек. Я думаю, от гриппа умирает людей больше. Это все, потому что они, конечно, молодцы, самоизолировались, придерживались. И они победили, у них уже все начинают работать. Даже вот сейчас футбольные матчи начнутся. Ситуация тяжелее в Европе, конечно, где тоже она густонаселена. Она та же Италия, да, например. И итальянцы привыкли, конечно, к такой жизни. Им очень тяжело. У меня друг там есть, наш парень, живет в Италии. И мы с ним постоянно по скайпу общаемся. В России вообще говорят, что этот вирус с теплом вместе уходит. И нам, может, где-то чуть так нельзя говорить, повезло, наверное, со временем года. Я надеюсь, что вот и погода нам поможет, и мы сами друг другу поможем. И в ближайшее время мы от этого всего избавимся. На ваш взгляд, необходимы ли усилия прилагают президенты правительства России в борьбе с инфекцией? Были послания президента Российской Федерации, которые сейчас сегодня соблюдаются. Но в каждом регионе, конечно, по-своему. Потому что в каждом регионе это зараза. То где-то усиленная, где-то не очень. В Москве, например, очень строго со всем этим. Пока есть регионы, даже где нету вообще ни одного случая. Четыре региона, по-моему, осталось. Я всегда слушал. Есть послания президента, есть какие-то решения глав, субъектов. И надо, конечно, их непосредственно придерживаться и прислушиваться к ним, конечно. Это в целях безопасности всех нас. Сегодня, что меня очень сильно расстраивает, это, да, президент Владимир Владимирович Путин принял решение, что с сохранением заработных плат наши граждане будут в самоизоляции, но у них доходы не будут снижаться. Но это для государственных служащих. А как быть людям, которые работают начальниками, где-то в каком-то предприятии, предприятии, которые закрыты из-за этого коронавируса. Вот мне очень непонятна эта ситуация. И люди реально сейчас в больших проблемах, я знаю, очень много ко мне лично тоже обращаются. И вот мне очень напрягает то, что мы не защищаем именно такую категорию жителей, которые не работают в государственной службе, а работают там или на себя, или в какой-то магазине. Каждый выживает как может. И по большому счету большая часть страны вообще всей, она живет сегодняшний день, сегодня заработал, сегодня поел. Вот то, что эта часть населения у нас не защищена, вот это очень напрягает. И как-то надо вообще прорабатывать систему, не даял, в силу, конечно, чтобы в таких случаях было, чтобы защищенность охватывала, конечно, всех жителей нашей страны. Цените, пожалуйста, работу республиканских властей в деле недопущения развития инфекции. Принято. И много законопроектов. Поэтому в случае есть решение главы Карачаева Чешкесской республики. Конечно, за всяким хорошим решением нужна хорошая работа. Фактически все предприятия закрыты. Есть определенные места, где работа продолжается. Но мне в этом случае непонятен один вопрос. Вот я вчера был в Ленте, там реально был человек тысячи, наверное. Ну, какая самоизоляция? Мы сегодня закрыли магазин автозапчастей и самомойки. Там человек вообще ни с кем не контактирует. То есть мы им работать не даем. Такие магазины, как Лента, они работают. Там вот реально было вчера человек тысячи. И какая самоизоляция? Сегодня, например, подходит время для посевов. Трактористы все жалуются, что все магазины автозапчастей закрыты. И они не могут отремонтировать транспорт, чтобы начинать свою работу. Вот как-то все-таки надо вот эти моменты четче проработать. Все-таки Лента, я понимаю, что она как-то должна со всеми наравне. Как-то контролировать ситуацию. Я там не увидел ни этих лазерных, которые температуру проверяют. Ничего не увидел. И она была битком набита вчера. Я вчера сам там находился. Недавно прошла 10-я экстренная сессия парламента. Какие вопросы на ней рассматривали и почему они важны? На сессии у нас были вопросы. Первое – это для детей от 3 до 7 лет. Чтобы были выплаты для детей от 3 до 7 лет. Их раньше не было. И второй вопрос. Приняли законопроект, в котором для тех людей, юрлиц, физлиц, которые нарушают самоизоляцию, есть определенные штрафы. Я думаю, что если нашим гражданам будет, это интересно. И я рекомендую зайти посмотреть на сайте Народного собрания. Какие штрафы и за что именно будут. Это непростое время. Что бы вы хотели сказать про работу волонтеров и врачей? Люди, конечно, для меня герои. Мы все должны быть волонтерами. Мы все должны друг другу помогать. Есть очень много малоимущих граждан. И, конечно, мне это очень нравится. Они настоящие герои. Но самое главное, чтобы они, конечно, берегли себя. Берегли окружающих. И молодцы, конечно. Сегодня, конечно, вышли те герои, которые должны быть всегда впереди нас. Мы всегда забываем о врачах. Мы всегда забываем об учителях. Сегодня люди, которые зарабатывают, наверное, от не самых маленьких доходов, да, медработников, сегодня они спасают мир по большому счету. Мы это должны ценить. Мы должны быть им благодарны. Они делают просто героическую работу. И мы должны в дальнейшем рассматривать вот те вот приоритеты, которые у нас есть. Мы их, конечно, должны поменять. И вот сегодня нам вообще мир показал, этот вирус показал, кто на самом деле герой и кто как должен вообще зарабатывать и как жить. Что бы вы хотели пожелать жителям Карачаева-Черкесии в этот непростой период? Я хотел бы жителям Карачаева-Черкесии пожелать, во-первых, самое главное, это не паниковать. Сегодня средства массовой информации, к сожалению, говорят только об этом коронавирусе. Эта проблема есть, она есть во всем мире, она есть не только у нас. Но эта проблема не такая страшная, как нам ее описывают, в моем понимании. Мы должны с этим бороться. Мы должны придерживаться режима самоизоляции. Но самое главное, мы не должны паниковать, потому что проблема есть, но она не такая страшная, как нам уже в средствах массовой информации это описывают. И главное, конечно, не паниковать и придерживаться всех принятых решений, и все будет нормально.